МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет, с вами снова я, Артём, и у нас глава 17 под названием Дух Мщения в игре Ниджи Гейден Сигма. В общем-то, судьба Рэйчел и её сестры, собственно говоря, ясна. И Рю у нас отправляется в глубину Заркхана, чтобы, в общем-то, решить свою месть раз и навсегда. Ну или там как-то утолить, скажем так, её жажду, типа того. И что хочется сказать, я уже записал всю игру, то есть прошёл её до конца. И в целом могу сказать, что, скорее всего... Ну, я в целом и до этого, конечно, её проходил. Но всё-таки самая сложная глава здесь, это, скорее всего, следующее. Будет эту же главу у меня получилось без смертей вообще сразу пройти. То есть это как бы один видеофайл даже без обрезаний. И у нас здесь, в общем-то, наши Nightmare стоят. Тут нужно их троих зарубить. И так вот друг за дружкой будут появляться. Почему, в общем-то, следующее, вы, в общем-то, следующее-то и узнаете. Потому что там просто это надо видеть. В общем-то, я вам так хочу сказать. В чём? Ну, там, по сути, как я считаю, самый сложный момент в целом в игре есть. Один. И, в общем-то, в этой главе мы встречаем ещё одного, скажем так, очень интересного персонажа в серии, Ниджи Гейден. С которым... который у нас ещё в следующей части появится аж. Забираем тут статуритку эту. И у нас... Обнимается эта наша пирамида. Как вы видите. Хотя, по сути, это странно, на самом деле. Потому что с той стороны она... Как бы... Так и оставалась, что ли. То есть, по сути, она подниматься вообще не должна. Я к этому... Веду. И сейчас у нас будет босс. Это последнее появление... Последнее появление демонического рю. Ну, не демонического рю, а клоны рю. И здесь, естественно, тоже не получится никак использовать... Тот тактик с выгрузским цепом. Но... У нас есть, в общем-то, два меча. Так что, в общем-то, нормально справимся. Хотя, конечно, он такой... У него серьёзное такое оружие будет. Довольно. В общем-то, идём в портальчик в этот. Сейчас у нас как раз-таки этот наш... Новый персонаж и предстанет. Это, в общем-то, Марбус. В общем-то, он говорит, что добро пожаловать в... Глубины... Реалии, скажем так, демонов. В общем-то, вопрос такой, сможешь ли ты победить меня? А сам-то при этом, да, там сидишь у себя на троне. И смотришь, как я, в общем-то... Довольно так успешно разбираюсь со своим клоном. Даже и без милпа справился. Вот это вот, да. Ну, правда, нужно просто вовремя у ворот сделать. Но это не всегда так уж прям просто, как кажется. Ну, это всё. Последний раз мы его уничтожаем. И на этом он у нас больше, соответственно, появляться не будет. Он нам даёт сундучок. В нём у нас ключик от дверки, который нам дальше нужно открыть. И в этой, в общем-то, главе ещё у нас два предпоследних скоробейя находятся в этой игре. А последний у нас, собственно говоря, в следующей. Из-за 50 скоробей нам Мурамаса даст Dark Dragon Blade как раз-таки. Не сказать, что тут он довольно так часто используется. То есть, ну, учитывая то, что его дают под конец, как-то его... Не сказать, что он как-то очень уж сильно тут помогает. Потому что, например, боссы, которые вот как бы... Когда нам его дают, которых мы там можем с ним попробовать, это, в общем-то, пять... Нет, шесть последних. Или даже... Нет, пять... Пять предпоследних. Вот так вот я скажу. Потому что на шестом там он у вас как бы его отнимает, по сути своей. Этот тёмный меч дракона. Но, тем не менее, я его тут один раз только использовал. Один раз он мне так неплохо помог. В общем-то, где... В следующей главе как раз-таки вы это и увидите. Там без него, на самом деле. Но без него там, по-моему, можно всё-таки прожить. Но без него будет сложнее. Гораздо. Ну, ещё вот, как видите, вариант... Убивать вот этих рыбок. Это просто нажимать на квадрат. И они довольно все довольно так плохо умирают. Тем самым. Здесь у нас... Ну, здесь у нас вообще в основном о жизни богов. Уже это последние. Завершающая нам игра даёт. Если честно, не сказать, что я вижу смысл особо их подбирать. Но так как я и не помню, в общем-то, где тут что лежит, я, естественно, подбираю всё. Так, я тут так подумал. Давайте-ка я на зум и по-моему шарахнул. Так вот. Хорошо. И опять рыбки. Ну, против рыбок, как вы понимаете, лучше всего использовать, естественно, либо драгон сорт, либо вот два меча. Причём два меча лучше всего на них использовать, когда вам не нужна эссенция. Когда вам она нужна, не знаю, у вас там нету одного огонька шкалы ки, например, вы хотите его восстановить. Тогда вот лучше всего использовать всё-таки меч. Потому что вы тогда прыгаете, ну, как бы вы просто из одной точки в другую прыгаете, нажимаете на квадрат. И так вот, как бы, несколько рыбок каждый раз убиваете. И, соответственно, вы собираете эссенсу тогда с предыдущих. Либо же, если, как я уже сказал, не нужна вам эссенция, то вы, в общем-то, можете два меча. И так даже быстрее с ними разбираться можно. Чё тут? Дневник чей-то? Не знаю, как-то, может, тут... Чё-то такое, правда, интересное написано, но... Как-то здесь такие истории мелкие рассказывают. То есть тут молчу, а сюжет самой игры в целом можно узнать. Здесь у нас лежит опять же из богов. То есть тут сейчас сохранимся. Раз уж предлагают. И сейчас пойдём за ключиком, который нам дальше понадобится. И там мы заберём предпоследнего скоробея в игре. Там же у нас находится, кстати, лавка мурамасы. Поэтому... Там он совсем недалеко, как бы, от этого скоробея. Вот единственное, что мне не нравится у этих рыбок, у рыбок, так это то, что они долгие очень. Это вот не очень так приятно. Вот так вот... Очень много танцевать с ними надо. И вообще, что хочу сказать по поводу данного босса... Так это то, что это, наверное, один из самых простых боссов в всей этой игре. Ну, и, естественно, не считая Рю... Клона, когда вы с ним, например, в библиотеке или в городе там бьётесь где-нибудь... То... Ну, этот босс, он, правда, очень простой. Там тактика просто... Ну, я бы не сказал, что она, на самом деле, элементарная. То есть, в неё довольно так... Не сразу, в общем-то, можно дойти. Но... Когда поймёте... Он у вас вообще проблем не будет вызывать никаких абсолютно. Это я уже говорю, потому что нам ещё совсем чуть-чуть до него осталось. Это, в общем-то говоря, о дуг-доку, так называемой. Угу. Хорошо. Кажись, мы остановили. Вот у нас мурамаса, и здесь вот у нас в сандачке находится ключик. От босса уже, соответственно. И сейчас пойдём возьмём нашего скоробейчика. Ну и вот, ещё один способ убивания рыб, если они из сундучка какого-то вылезают. Тоже, в общем-то, используюсь. То есть, это комбинация. Два раза на квадрат и треугольник. Нажимайте дальше. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, не, давай-ка инозумай. Ещё раз инозумай. Ну, сейчас мне эта эссенция вся с них выпадет, когда я буду идти обратно. 49-ый скоробей и даёт он нам плазма-сейбр МК-2. Я не знаю, если честно, в чём его вся фишка. Наверное, в том, что когда вы бьёте, у него как бы как от лазерного меча, так знаете. Такой звук. Но, как-то, это, по-моему, единственное его достоинство перед всеми другими мечами. Даже, по-моему, тот же самый Dark Dragon Blade, он лучше. Хоть я и, конечно, говорю, что он даётся по конец игры, и в целом его мало где как бы можно опробовать в игре, соответственно. Но даже он, как бы, он куда более юзабелен, скажем так, чем вот этот вот меч. Да и тем более, у нас же ещё будет режим миссии. Там мы его тоже довольно так часто будем использовать в Dark Dragon Blade. Поэтому у нас ещё история как бы с ним не заканчивается. Вообще не заканчивается. Ох, выпала там снова-то красненькая. Ох, ещё выпала красненькая. Хорошо. И, в общем-то, сейчас мы опять пойдём сохраним, сохранимся, и пойдём к боссу. У меня уж тут даже, видите, да, места для сейва нету. Так, уже тут всё забито прям у меня конкретно. И пойдёмте мы к нему как раз-таки. Какой-то он у нас вот здесь вот, в общем-то. И, в общем, выглядит он у нас вот так вот. И сразу же хочу сказать, почему я его считаю простым. Потому что, по сути, он бывает с одним банальным приёмом. Это именно супером. То есть вот вы ждёте, когда он сделает вот так вот. И просто заряжаете супер. Даже не обязательно, чтобы он у вас был какого-то уровня. Главное вам это, чтобы... А, он вот так вот сделал, соответственно. И... В общем-то, вы сделали вот так вот. И, как видите, довольно неплохо. При этом... У него снимается. Тут даже этот... Рукавник никакой не надо одевать. То есть тут нет Солерити, ничего. Можно, скорее всего, этот на рукавник солнца одеть всё-таки. Но... Солерити уж точно нету. Хотя с обычным доку с ним вот надо было как раз Солерити одевать. Потому что в другом бы просто не успевали бы там супер зарядить. А здесь, в общем-то, он вот так вот, в общем-то, легко... Ох-ох-ох-ох-ох. Вот это он мне схватил. Приятно. Соответственно, и вот этот вот меч его блокируете от руки и стараетесь увернуться. Вот. Еще раз. Сейчас он еще раз рыбок позовет. Ну, никакой абсолютно босс. Нет, даже еще два раза. Ну, сейчас уже один. Так, давай. Давай, лети сюда. Во, хорошо. Так, рыбок, в первую очередь. Лох-то хп, сейчас установим себе. Угу. Вообще, отлично. Давай. Давай, лети сюда. Во. Вот так вот, как видите, беспроблемный абсолютно босс. Умирает очень даже так неплохо. И, в общем-то, на этом я с вами хочу попрощаться. С вами был я, Артем. Ждите следующий уже предпоследний нашей главы, соответственно. В общем-то, он говорит, что прими проклятие и стань демоном. Всем спасибо. С вами был я, Артем. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. Вступайте в группу ВКонтакте. Приглашайте друзей. Подписывайтесь на мой твиттер. Всем, ребята, до свидания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок